здравствуйте друзья мы с вами помним те кто интересуется те помнят что 8 февраля то есть буквально вот тут меньше 10 дней осталось должен истечь бюджет ну в том смысле в каком его продлили на несколько дней на три недели и за это время у нас конгресс должен определиться с судьбой молодых людей которых несовершеннолетнем возрасте привели сюда родители и в основном из латинской америки и соответственно в этом пакете там много всего то есть сказано было что хорошо мы легализуем вот этих вот тут легализуем но администрация говорит трап говорит но за это вы нам забор деньги на забор 25 миллионов я уточнил кстати 42 миллиона готовы были потратить на забор демократы четыре года назад в реформе 2013 года было заложено 42 миллиона они соглашались вы нам забор отменяем green card лотерею и ограничиваем семейную иммиграцию только с супругами и несовершеннолетними детьми и там еще они кое-чего там один так вот ну и такое знаете кручение пошло то есть возник в конгрессе возник вот такой комитмент то есть как бы обязательство разобраться с вопросами вот иммиграции хотя бы в том так сказать круги вопросов которые относятся к этой даке вот последним обсуждением и вот они так как бы занялись занялись этим делом причем там такой знаете сейчас период идет я бы сказал латентный такой скрытый скрытого развития какое-то бурление происходит без внешних проявлений но сегодня понедельник сегодня внешне проявилось то бурление которое шло в палате представителей то есть так обычно все это в конгрессе в сенате происходило а тут вдруг палата представителей со своим вариантом законопроекта вышла и там собралась группа человек чуть ли не 100 в равных долях демократы-республиканцы и вот эта сотня так сказать это сотня хотел прилагательный какой-нибудь не но не получается лада вышла с неким таким совместным законопроектом надо сказать что этот совместный законопроект из палаты представителей не сильно отличается от того совместного варианта который в сенате разрабатывала группа шри из шести да там три демократа три республиканца и которые трамп возмущенно отверг и честно сказать не только трамп отверг но и руководство республиканской партии тоже в общем отнеслось к этому неодобрительно что они там предлагали но надо сказать что как только вот трамп лично не участвует возникает намного более гуманная такая и либеральная версия компромисса а трамп как бы у него своей точки зрения особо нет но поскольку на него давят правы а правы это и есть его как бы единственный преданный ему контингент до избирателей пиши все остальные они его разменяют в любую секунду но вот эти у них другого нет поэтому это как бы вот он поскольку они на него влияют сильно то вот это относительно небольшая группа людей оказывает очень драматическое влияние непропорционально на то что происходит и вот в чем фишка сказать того что они предложили сегодня вот буквально сегодня он по свежим следам рассказывая я специально для тех кто интересуется у меня такое ощущение что кроме нашего канала наверное нигде больше никто и не отслеживает поскольку это может быть такие очень специфического интереса вещи но тем не менее они говорят хорошо значит миллион восемьсот тысяч там вот этих даковцев получают путь к гражданству там в течение 12-15 лет не сразу а так надо соблюдать условия всякие так далее понятно дальше они говорят забор ну на забор они не хотят давать 25 миллиардов говорят что это и не нужно давайте говорят дадим 1.6 миллиардов на уже чтобы там начать что-то делать еще там миллиард с лишним на то чтобы на технологии всякие там на исследования вопросы и так далее ну чем как бы они не хотят уже прямо прямо сразу столько денег потратить то есть типа как и забор не обязательно должен быть вот именно таким забор точнее стеной то есть трамп не говорит забор трампгать стена забор как бы мы до этого имели в общем-то заборчик стена должна быть такая солидная массивная высокая там и так далее и что это не нужно все есть такие места где и собственно это не ни на что не повлиять можно и без стены обойтись ладно семейная эмиграция говорят они тоже ограничивается но правда что они еще там добавляют что родители этих дримеров да вот этих даковцев родители их получают защиту от депортации фактически они получают на три года разрешение на работу то есть они как бы легализуются и это на самом деле то что хотел сделать президент обама он хотел их освободить от депортации защитить от депортации это точнее они не не родители даковцев он хотел защитить от депортации тех у кого у кого есть граждане сша вот так было вот ну как бы вот вот в эту в эту сторону неожиданный такой заход и насчет лотереи green card да вы же наверное интересуетесь вот именно лотереи насчет лотереи green card они говорят так лотерею отменить закрыть нет больше лотереи все прослушайте дальше ту лотерею вот какая какая была вот ту закрыть отменить но эти 50 тысяч виз поделить пополам это тоже было в предложении вот этой шестерки в сенате поделить пополам значит половину отдать на легализацию тех кто теряет защиту от депортации в результате там которая появилась у них в результате каких-то природных катастроф там всех странах откуда они приехали вы может быть помните недавние истории с гаитянцами сальвадорцами вот этим дать чтобы их не не выселять а на остальные 25 тысяч создать новую лотерею друзья новую лотерею и новая лотерея с их точки зрения должна с одной стороны давать диверсификацию да то есть она должна давать возможности людям в тех странах которые не представлены или скажем так плохо представлены в сша то есть та же идея что и сегодня но дальше эта лотерея должна быть то что называется merit based то есть по достоинствам как бы и по заслугам и включить требования к образованию к профессии к владению языком это то что вот когда меня спрашивали чтобы я сделала вот я говорил что я бы чем закрывать лотерею правда чем ее закрывать так я бы лучше тогда но как-то требования повысил бы и все на меня тут нападали очень многие где ты говорит вот сам ты говорит вот приехал там без языка правда друзья вы можете сегодня также как я 27 лет назад приехать без языка там по политическому убежищу вот вот я я например шел через политическое убежище там не было требований к языку вот но дело не в этом им хочется чтобы без языка и на вылфер и сразу со всеми делами и его и они возмущаются конечно сейчас сейчас у них хотят отнять так вот это гораздо лучше чем просто отменить то есть они предлагают сделать совместить два принципа первый принцип сегодня это очень модно и как бы это доминирует у республиканцев это эмиграция по достоинствам по заслугам но в то же время диверсификация еще раз республиканцам диверсификация абсолютно не чужда они вместе с демократами принимали эту лотерею и на ура принимали я уже говорил много раз 88 человек из 100 проголосовали за лотерею ой тут у нас авария небольшая посмотрите если кому интересно на аварию чуть-чуть вот возвращаемся значит я думаю что многие из тех кто как бы хочет лотерею и в общем не хотел бы чтобы она так вот взяла и захлопнулась пусть даже в половинном составе по количеству виск но все-таки я думаю что они как вот смотри-ка значит может быть и вот так действительно но есть еще раз я я возвращаюсь к тому что предложение вот этой шестерки в сенате не было поддержано не только не было поддержано оно было с возмущением отвернуто с возмущением это вот то самое предложение при обсуждении которого трамп тогда говорил про вот эти вот шит холл кандрис да это вот то самое и значит еще раз это не только трамп лично но это и руководство республиканской партии в целом да то есть как бы это шире намного шире чем сам сам трамп или там те кто на него справа давит вот поэтому я думаю что вот эти идеи которые у них там заложены они вряд ли получат больше поддержки чем те идеи которые были у шестерки в сенате но в общем-то эти когда 100 человек собираются там их сколько там 432 что ли да боюсь сколько-то их там значит в палате представители я язык языка за число не не ручаюсь не помню так и но все таки из четырех с лишним сотен когда 100 вместе собрались и они из разных партий то в общем-то возникает идея консенсуса такого который вполне мог бы иметь место и обратите внимание что и в конке в сенате тоже на уровне сенаторов это тоже имело место не проходит это все из-за упертости вот какого-то экстрима на республиканской стороне и сказали скажем так не проходит из-за той роли которую играет этот экстрим непропорционально своей численности то есть их влияние непропорциональной численности в общем вот вот так посмотрим что из этого получится я вам рассказал какая нынче новость непосредственно касающиеся лотереи счастливо